в израиле 5 мая у нас уже открыты спортзал и фитнес клубы дети 1 3 класса вернулись на занятия в школе 45 день карантина в нью-йорке и сегодня вышли в начале без масок но мы оказались одни без масок и это немножко нас напрягло поэтому валя 49 день и вообще круть смотрите у нас прогресс у нас открылся макдак всем привет ребята сегодня 5 мая 38 по моему день нашей самоизоляции я уже второй раз вышел на пробежку то ли 40 40 я уже не помню сегодня 56 день нашего карантина и я нахожусь в барселоне в испании сейчас уже можно гулять с детьми и можно делать спорт на улице все на дорогах уже практически то же количество машин начинает образовываться трафик возвращаемся обычное русло стали добро пожаловать в обычную жизнь практически очень много всего открыто но это конечно круто у нас на самом деле вот ну сегодня как бы стало все как всегда лишь в меньшей концентрации в принципе мы все очень медленно и уверенно возвращаемся к обычной жизни сегодняшнего дня у нас открываются кое-какие рынки кафе ресторанчиком разрешили торговать обслуживать людей на открытом воздухе не внутри помещения заработал общественный транспорт люди могут заниматься спортом ты можешь делать джоггинг или просто какой-то вордкаут на улице все как выходили на улицу так и выходят никого уже не наказывают за это не ругают москве довольно живленно как будто бы уже знаете что заканчивается нам разрешили отдаляться от дома больше чем на 500 метров все вышли на улицу посмотрите тель-авив все гуляют веселятся ждут когда откроются пляжи италия 50 какой-то день карантина 52 53 я не помню и близко близко вторая фаза так называемая когда нас начнут потихоньку выпускать хотя как я вам уже показывал на прошлой неделе уже все потихоньку сама выпустились у нас не так что вот можно теперь кататься на велосипедах у нас это просто сами французы себе разрешили например парк открылся нет они просто стали перелезать через решетки и гулять в парках я вам честно скажу реально моем районе этого много наш губернатор сказал что салоны красоты и вообще бьюти индустрия будет открываться последнюю очередь потому что это бизнес не первой необходимости парикмахерские и эстетисты открываются с 1 июня и вот с горя покрасила волосы уже не стало так что все нормально там себя постри хотя деблазио это наш мэр он нам очень надеется что у них ситуация разрешится и город может быть открыт уже к началу июня мы сейчас на нулевой фазе всего будет четыре фазы выхода из карантина здорово жизнь возвращается хотя остается нерешенная одна проблема актуальные для меня школы и сады не открываются и никто не не дает гарантии что они откроется в сентябре они обещали они не будут открывать в красной зоне не решили по-хитрому разделить францию на зоны желтая зеленая красная зеленым все про желтых вообще непонятно красным ничего сидите кукуйте дальше по даму у нас количество заболевших прирост заболевших уменьшается с каждым днем 2 мая было 1900 новых заболевших 3 мая вчера было 1300 с чем-то новых заболевших но как я уже сказала в нашем регионе к сожалению пока еще идет прирост президент обещал к десятому числу открыть междугороднее сообщение возможно что это как бы именно говорит о том что степень заражаемости падает правительство в нью-йорке очень активно просит людей которые переболели уже вирусом чтобы они сдали тесты на плазму и это им поможет найти какую-то вакцину какое-то решение этой проблемы почему многие думают до сих пор что вирус это какая-то шутка или его не существует мне непонятно и мы делали тест который такой типа кровь из пальца и якобы подозревала что я болела им потому что у меня был очень сильный кашель у меня не было температуры и прочего но я такая типа я я типа имею этот вирус и вот после теста он показал что да на самом деле у меня этот вирус был но я перенесла его максимально легко меня знакомы лично были которые болели кто-то в легкой форме кто-то в тяжелый за все время пока вот это все происходит лично я знаю одного человека которому подтвердили к вид он сказал что никаких у него осложнений ничего у него не было просто было пару дней повышенная температура какое-то дискомфортное состояние и в принципе на этом все и закончилось хотя в тот же момент на мой знакомый был одним из первых кто заболел коронавирусом в россии и вот у него было очень тяжелое состояние то есть прям очень тяжело у него пошло осложнение на легкие то есть и для меня это не было тем что типа а это какой-то очередной фейк или еще что-то я когда отнеслась к этому серьезно но без паники и страха туалетную бумагу на всякий случай купила моем окружении к счастью нет заболевших существует этот вирус и болеет да я знаю пару человек которые заболели в том числе и по предварительным данным это моя сестра которую медицинский работник и работает подмосковье так как я работаю с людьми у меня много в принципе тоже примеров клиентов которые переболели их родственники они переболели поэтому в нью-йорке это не кажется какой-то придуманной вещью потому что здесь у людей есть и знакомые и родственники кто этим делом переболел вопросов не возникает что я думаю по поводу кави 19 существует он или нет конечно существует но это глупо говорит что не существует когда столько людей заболело только людей погибло из-за этого вируса те последствия которые мы видим после они гораздо больше заставляют задуматься что делать дальше центр нашей деревни где по воскресеньям все по-прежнему остается закрытым в отличие от города и обычно здесь в субботу полно народу по крайней мере парковку найти очень проблематично но сейчас как вы видите людей раз-два и обчелся еще наше правительство думает перекрыть все улицы чтобы люди могли нормально гулять и бегать разрешили занятия спортом так у нас везде просто все вышли заниматься спортом спорт на балконе мы выбрались немножко из дома и взяли такси вот как тут все обустроено между водителем и пассажирами натянута пленка водителя чистящие средства рядышком и он едет маски как и мы на самом деле ни разу не видела своих соседей которые играли бы своими детьми во дворе изоляция дала нам такое классное ощущение все стали друг другу ближе соседи стали более милыми все слушают музыку на балконах танцуют а зрители выходят гулять со своими детьми и играют во всякие прикольные активности как у природы нет плохой погоды особенно когда ты 38 дней сидишь на самоизоляции бегу конечно не в маске ездит патруль здесь смотрят одеваешь одевают ли бегуны маски меня два раза останавливал уже полиция нью-йорк волл-стрит одна из самых оживленных улиц так мы в самом центре барселоны это вот дом галоди который дом дракона всегда дохренища туристов просто все в китайцев но как видите я в тель-авиве кофе можно покупать на вынос холодный кофе вот в этой кафешечке можно приобрести вино по бокалам что ребят не проходим мимо 5 долларов каберне и по 4 у нас обязательно носить маску если захочешь помещение хотя конечно мы могли бы взбунтоваться и сказать что пусть нам государство дает маски а потом дело это их обязательными на прошлой неделе наш премьер-министр конте сказал что он обязует аптеки продавать маски по 50 центов стране начинается тестирование уже началось тестировать в течение одного месяца тестирования новой вакцины уже были проведены опыты там на хомячках на сусликах на ком-то еще они показали положительный результат ближайшие пару месяцев я думаю что это будет все готово я буду это надеяться по крайней мере люди спокойно могут по всему миру передвигаться зная что у них есть вакцина этого вируса насчет вакцины не знаю даже возможно как и говорят делают концу года но говорят что израиль уже что-то там разработала уже тестируют может быть через полгода будет готов не думаю что я буду первых рядах которые побежит и будет это делать я все-таки надеюсь что мы все переболеем этим в легкой форме и просто у нас выработается иммунитет и нам уже это будет не нужно это непонятно во первых когда это все будет изобретено и какие сейчас финансовые силы финансовые силы потрачены вообще на создание этой вакцины у нас это 48 или седьмой что-то я опять запуталась в днях у меня с утра помню то не помню наше основное занятие точнее это мое основное занятие это готовка с утра реально до вечера раздают гуманитарную помощь продукты частный бизнес иногда устраивают вот такие раздачи еды местом кого нет денег у нас сегодня кстати будет шераши это рыбка наше будет потом нас будет такие вот бюлё это рапанчики рыбка рис огурчик еще курочка на гриле магазин это как у нас короче в россии дикси чтобы чего-то добиться нужно реально потратить 30-40 настояние в очереди вы слышите да какая тут музыка играют чтобы не расслаблялись короче а и и и и и и и и и Вообще в Израиле за все время 16 тысяч заболевших. Из них самое большое количество заболевших людей это из Иерусалима и Бнебрака. Люди которые живут в этих городах в основном датишные ортодоксы, которые до последнего нарушали все запреты правительства, устраивали какие-то черные свадьбы на кладбищах по тысяче человек. Ну в общем закон не писан, но при этом правительство не может закрыть эти города. День рождения онлайн. Правительство предпочитало всех быть сознательными и в публичных, в общественных местах держать все-таки дистанцию. Мы можем увидеть как люди слушаются и располагаются подачи друг от друга. Наглядное объяснение, что значит 6 фит. Это велосипед, а также 6 фит это две разные собачки, маленькая и большая. Очень большая пропаганда приложения. Мы его скачиваем, открываем. Это очень умная штука. Она может отследить цепочку людей, с которыми ты общался и с которыми ты общался более 15 минут. То есть если в цепочке кто-то будет зараженный, то тебе об этом сообщат, чтобы ты прошел проверку на COVID. Но возникли вопросы с тем, что эта программа нарушает приватность, то есть нарушает законы по правам человека. Я думаю, что эта программа сегодня поможет отконтролировать хотя бы зараженных, чтобы не происходило последующее распространение. Тот самый знаменитый бык на Уолл-стрит, который без очереди, без поклонников, ну малое количество фанатов. Это исторический момент, когда мы можем просто встать около быка и не будет никакой очереди вокруг. Я могу его потрогать, но, наверное, не очень хочется, потому что у нас уже заканчивается санитайзер. Из 25 миллионов по всей Австралии скачали эту программу только более 5. Сзади меня находится пляж Найхард, один из самых популярных пляжей Пхукета. Входит в десятку красивейших пляжей мира. Здесь мы тренируемся каждое утро в 7 утра занимаемся. Но вот уже полтора месяца мы тренируемся дома. Давай, кто выиграет, тот что? Если я выиграю, я получу термоклей. Термоклей? Я сегодня буду немножечко нарушать закон, но я поеду на конюшню. Надеюсь, что получится восстановить велосипед до состояния, что он проедет хотя бы 700 километров. И мне удастся добраться до начала джунглей, до реки. Вот мой новый попутчик. Здесь проходят наши занятия или в крытом манеже, а вот это, вот это. Это гора Монсеррат. Та самая, где стоит Черная Мадонна. Башня свободы. На сегодняшний день она совершенно символизирует, что происходит в Нью-Йорке на карантине. Правительство не заставляет людей в строгом порядке находиться дома. Она дает свободу выйти на улицу, если нужно позаниматься спортом, либо подышать воздухом. А что термоклей? Понятно, всех любят выигрывать, а проигрывать нет? А что термоклей? Музыка. 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 Мы нужны на работу, но ресторан не работает, поэтому приходится дома не слушая Человека. Оставайтесь на карантине. Мы смотрим онлайн-концерт Вадима Самойлова. У нас только 11 утра. В России и в Москве 6 вечера. Слушайте, очень-очень классно. Можно совмещать карантин и онлайн-концерт. За время карантина, кстати, поняла одну вещь. Я могу находиться дома, могу много дней, но мне необходимо личное пространство. Есть очень много плюсов. Мне кажется, все люди увидели себя настоящими, со своими родными, с любимыми. Кто-то выдержал, кто-то нет, хотя сроки не такие большие. Я абсолютно уверена, что вся эта история с сидением дома нам была настолько полезна, потому что я в кое-то веке начала заниматься спортом. Мы с подружками созваниваемся по видеосвязи и делаем упражнения вместе. И это так прикольно. Я научилась печь багет, например, делать наполеон. В общем-то, я в принципе очень люблю готовить. И для меня это такое медитативное занятие. Какие личные качества я приобрела за время карантина? Стала и спортивнее, и образованнее, и новые программы изучила, и вообще красотка, как всегда. Во время карантина я занимался самообразованием. Больше стала читать еще, но и больше стала готовить. Но честно, уже прямо когда выезжаешь куда-то на шопинг или куда-то по медицинским делам, то тебе вот эта жажда, с которой ты хочешь уже ворваться в этот новый мир, который проснулся, она, конечно, зашкаливает. Жизнь нормально начинается. Костюм и галстук. Муж уходит на работу. Я сейчас сразу рыдаюсь. Чао-чао.